Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, встречайте Михаил Садорунов в Томашу Неформат. Что вы хотите от Неформата? Неформат, он и в Африке Неформат. Правда, Михаил Николаевич? Да. Друзья, здравствуйте. Ну, начинается... Да! Да. Начинается новая программа Неформат. Михаил Николаевич, мы немножко так решили похулиганить и добавили новые элементы в оформление, то, что вы сейчас услышали. Ну что, вы правильно сказали? Ничего себе пошутили. Лучшая шутка, это правда. Действительно, мы выходим иногда в среду и в четверг, в зависимости от наших возможностей. Ну, сегодня, вот смотрите, сегодня четверг, но опять-таки это логично, потому что мы должны были выйти завтра в эфир, но завтра женский день, и мужчины не будут соображать, когда мы будем с вами в эфире находиться. Ну, это традиционно, в женский день мужчины ничего не соображают. День женский, а мужчины не соображают. А женщины все будут по салонам. Хотя в салонах, наверное, нас вещи... Как сказать? Нас что? Транслируют. Конечно. Да, друзья, ну что, начинается программа «Неформат». Впереди у нас с вами два часа на то, чтобы подвести итоги этой не очень длинной, но, тем не менее, предпраздничной недели. Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать на 8870 посредством смс-сообщений, и гостевую книгу, заходите на сайт веселоарадио.ру, пишите. 0731, звоните. Традиционно в конце программы мы подведем некоторый итог ваших, ну что ли, сообщений, звонков, и ответим коротко в блице на них. Ну, а сейчас наше традиционное начало – разминка. Для согреву. Да. Ну, такой у нас с вами все-таки марафон. Каждый раз два часа – это дистанция для марафона юмористического. Надо согреться, провести разминку. Обычно я зачитываю какие-то наблюдения, связанные с объявлениями, там, с интересными надписями. А сегодня я хочу поделиться, знаете, чем? Вот за ту неделю, за эту неделю, как вы сказали, укороченную, пришли очень интересные письма после нашей с вами прошлой передачи. Я сделал выборку, и вот хочу зачитать, ну, не тоже зачитать, пересказать письма, которые я получил. Ну, я иногда хохотал в полный голос. Вот один прислал из пользователей объявление на подъезде. Дорогой мой сосед с перфоратором. Какое вступление классное. Пожалуйста, вернись. Сверли хоть час ночи, хоть и два. Но только, чтобы не слышать уродов соседей с караоке. Реальный диалог мужиков в маршрутке. Кто-то пишет, я слышал сам. В городе Кирове. Слышал разговор, значит, в маршрутке. Слышал, в Кирове Макдональдс открыли. Эх, а такой хороший город был. В журнале «За рулем». Интересное наблюдение сделал кто-то. В журнале «За рулем» каждые 10-15 страниц встречается реклама алкоголя. Опытливый ум, представляете? И главное мне пишет, Михаил Николаевич, как вам не стыдно? А я тут при чем? А я закодированный, а она встречается. А я за рулем и все время читаю его. За рулем у меня слюни текут. Мужик написал, был в командировке в городе Елец. Заселяюсь в единственную в городе гостиницу. Слушайте, многие умеют писать, оказывается, хороший стиль такой, простой. Обычно на ресепшене, ну это русское слово теперь, ресепшен, ресепсионистка, ресепсионисты. На ресепшене задают вопрос, вам номер люкс или эконом? Обычно задают. А меня спросили, вам номер до ремонта или после? Это очень по-русски. Очень по-нашески. Номер доз минимальный, как я не считаю, это было 1250 рублей. Впечатление, как будто после военной бомбежки просто он зашел. И я понял, что я не на ресепшене, а просто возле стойки информации в обычной гостинице. Причем при окопной. Потому что температура в номере не более плюс 5 градусов. А месяц октябрь на дворе. Выбрал дешевый номер. Мужчина прислал. На одном из московских вещевых рынков подбирал зимние овы. В одном из контейнеров увидел зимние сапоги на очень тонкой подошве. Поинтересовал своего женщины-продавца. Почему на зимней ове такая тонкая подошва? Ответ гениальный. Эта модель называется Евразима. Прислали в Россию итальянцы. Зубной врач из Североморска пишет. Заходит ко мне вполне солидный, с виду интеллигентный мужчина. Садится в кресло. Я спрашиваю, ну какой зуб беспокоит сверху, снизу. Готовы? Точно? Ответ. Да найдете. Я его маркером пометил. Или маркером. Маркером, извините. Я маркером пометил. Иду мимо киоска, мужик пишет, в котором женщина продает пирожки. Смотрю на витрину. Первый ценник. Пирожок с картошкой 8 рублей. Рядом другой ценник. Пирожок с картофелем 12 рублей. Я спрашиваю, почему пирожок с картофелем дороже, чем пирожок с картошкой? Продавщица отвечает. Готовы? Точно? Потому что он с капустой. Он страна. Честных выборов требует. Толпа дурачья. Парень из Волгограда написал. Да, из Казахстана. Ну, тут я действительно расхохотался. Я сначала даже не врубился. Не въехал. У нас в Казахстане продают молоко под названием. Название. Моё. Ну, гениально. Вообще, кому это... Моё? Молоко моё, да? Ну, моё написано моё. Не ё-моё, а моё. Без ё. То есть ё в конце, а не в начале. Однажды с делом партнёром из России сели в кафе. Партнёр заказал кофе. Официант спрашивает. Вам с молоком? Партнёр говорит. А какое молоко официант говорит? Моё. Он говорит. Это что, казахская традиция? Мужик написал. По дороге в Ялту мы с семьёй становились пообедать. Я не могу. Вот я как ребёнок становились, когда это читаю. По дороге в Ялту мы с семьёй становились пообедать в татарском ресторане. Ну, это в Крыму, естественно. Я тоже часто в татарских останавливаюсь. Улыбка медленно сползла с губ. Сползла. Заказали три шашлыка. А молодая официантка спрашивает. Может, что ещё? Я говорю, да, девушка. И хлеба. А у нас было трое. Я говорю, каждому по три. Через минут десять она приносит нам на подносе полбуханки на тёртого на тёрке хлеба. И на мой изумлённый вопрос. Это что? Вы же сами сказали по три. И молоко из предыдущей истории ещё принесли. Смешать вместе по хлебу. А это из Одессы. Рабочий пишет. Так и пишет. Я рабочий из Одессы. Сильное начало. Ну, в общем... Ну, это очень редкий слой. Для Одессы, говорит. Он один такой в Одессе. Ну, тут долгое письмо. Попытаюсь быстренько сократить, как-то выжимку сделать из этого длинного письма. На двенадцатом этаже завода есть помещение, которое никак не используется. Решили наладить выпечку хлеба. На верхнем этаже завода. Перевезли с другого завода хлебную печь. Смонтировали и тут выяснилось, что наш небольшой пассажирский лифт физически не может справиться с таким объёмом выпуска хлеба в смену. Но тяжёлый, зараза. Придумали конструкцию. С двенадцатого этажа до первого проложили трубу. Широкую в виде спирали. На двенадцатом этаже в неё закладывают горячие буханки. И по спирали они съезжают до первого этажа, где их продают. Важная деталь. Диаметр трубы полметра. Вот урачья на свете. Произвели первую партию хлеба, заложили тяжёлые буханки в трубу. Внизу стоят три человека, которые должны принимать хлеб и раскладывать его в оболку. Первой же буханкой, которая летела с двенадцатого этажа на первый, снесло двух человек сразу. Вторая прилетела и убрала третьего. Остальные буханки стали сыпаться, как снаряды из Катюши. И разнесли к чёртовой матери помещение первого этажа в лотки в дребезге. Пока дозвонились до двенадцатого, чтобы перестали класть хлеб в трубу, уже помещение было разбомблено, люди добиты. Когда виновника, придумавший эту конструкцию, начальство вызвал на ковёр, он как ни в чём не вовлазо заявил, что следующая партия пойдёт нормально. Только надо придумать замедлитель в трубе. Ну как эта страна может быть хорошо? Женщина написала. Вчера наблюдала забавную сцену. К ёшку подошла пьяная женщина. Вот это к восьмому арту нехорошо, но из песни слов не выкидешь. Подошла пьяная женщина, сильно пьяная, сказала, я пила водку, коньяк и запивала пиво. Дайте жевательную резинку, чтобы заглушить перегар. Он ей дал продавец орбит. И женщина спрашивает, а она, жвачка, не нанесёт вред желудку? Это после того, что она засандалила в желудок. Гениальный народ. В общем, мы можем потом продолжить, если у вас сейчас пауза, то у меня тут ещё есть забавные вещи. Ну, по-моему, разминка удалась просто на славу. Мы опять с вами размялись. Мы-то готовы точняк. Да, с нами вместе смеётся вся страна, я в этом просто уверен. Поэтому мы продолжим буквально через пару минут после того, как послушаем несколько рекламных объявлений на Юмор.ФМ. Друзья, ну, сегодня четверг, не пятница. Но, тем не менее, конец недели. Так сложилось. Завтра прекрасный международный женский день, когда, по меткому выражению Михаила Задорнова, все мужчины перестанут соображать. Ну, лишь бы повод найти нам, что называется. Это единственный день в году, когда женщины разрешают мужчинам выпить. И никогда мужчин не винят за то, что они напились. Поэтому это любимый мужской день. Это, кстати, да, очень точно. Не просто так, а повод есть. Сколько раз напивался раньше, когда пил, там, лет 90 назад? И у меня жена никогда не ругала, если это было 8 марта. Вот даже 1 апреля, я то говорил, дурак, что ли, совсем. Так вот, почему этот день так называется, 1 апреля. До него мы тоже еще дойдем. Ну что, у нас есть несколько новостей, событий, которые хочется тоже обсудить в качестве небольшой затравки, да, для того, чтобы уже перейти потом к более серьезным вещам. Хотя вещи, о которых мы поведем разговор сейчас, тоже нельзя назвать несерьезными никак. Итак, Сергей Иванов предложил создать Международный кооператив для защиты угроз из космоса. По сообщению Интерфакс, система защиты от космических угроз должна выстраиваться всем мировым сообществом вместе, в одиночку решить этот вопрос не под силу ни одной стране, об этом заявил глава администрации президента России Сергей Иванов. Ученые правы, говорит он, ибо ни одна страна, даже США, эту проблему не решит в одиночестве. Это дико дорого и очень сложно. И можно только, как вы говорите, решить это всем колхозам. Итак, Международный кооператив по защите от космических угроз. Летят метеориты. Ну, единственное, что если с американцами будут это делать, то хорошо, плюсик вот какой, туда не возьмут тех, кто программой ГЛОНАСС занимается, потому что американцы про них все знают. И, ну, это хорошая такая идея, чтобы такой общак денежный создать. Хотя, честно говоря, Максим, я не понимаю, чем они будут заниматься. Потому что создать защиту от космической угрозы, вообще, честно говоря, невозможно. Это ему ученые лапши на уши навешали. Мол, мы сейчас... И что вы делать будете? И слетит метеорит, вы что, вы как, вы чем его расстрелили? Это чушь. Смотрите, вот ученые вообще все время говорят, мы новые технологии осваиваем, мы идем вперед, мы такие замечательные. Я купил плазменную панель. Супер! Высокочастотное изображение, как я говорю, козявки у монстра в носу можно пересчитать. Волосинки. Но идет снег, и у меня на панели пурга. И обледенела тарелка. У меня вся панель, вся картинка на панели покрывается такими квадратиками, треугольниками, как будто картину Пикассо периода кубизма держит больной Паркинсоном. Вот это все трясется. Это что, новые технологии? Я фильмы на ней не могу смотреть, потому что она настолько, вот эта новая технология дергается, как в мультяшке, картинка. Когда я люблю смотреть в футбол, например, спортсмены дергаются все. Они дерганы, как будто Папа Карло их за ниточки дергает. Ребят, ученые, вы сначала научитесь жить в согласии с природой. Природа сильнее вас, вы ничего не можете сделать против цунами. Есть один способ предотвратить все. Дружно жить на земле. Тогда не будет цунами. Тогда не прилетит кара небесная. Тогда не случится... Но эти законы неведомы ученым, потому что это веды, а они в неведомом мире живут и невидимом. И мне кажется, что это, честно говоря, неправильно. Это вот мы сейчас для людей, чтобы их не побило метеоритом. Во-первых, у нас есть телохранитель у Земли. Во всех мифах... Знаете, как этот миф называется, телохранитель? Луна. Почему она испещрена метеоритами? Да, она на пути к Земле первая притягивает. И поэтому редкий метеорит пролетит мимо Луны. Да, летит до середины днепра. До середины днепра. До Челябинска. Редкий метеорит пролетит мимо Луны до Челябинска. Но действительно вся Луна испещрена. Мы же видели фотографии Луны. Она наш телохранитель. Интересно, что об этом писали еще шумеры. И об этом писали в Древнем Египте. Но эти знания уже были потеряны в Древней Греции. Когда начали вдруг считать, что это вокруг Земли все планеты вращаются. А до этого-то знали правду. Мне кажется, что ученые сегодня, они рассказывают нам по синхрофазотрону, коллайдеру, а с точки зрения природоведения, они деградируют. Они совершенно не признают того, что жизнь дает Солнце и космос нам. Думаю, что это неправильно. Ну, Иванов, он... Ну, одно дело, Михаил Николаевич, встретить космический дождь в одиночестве, а другое дело в мировом кооперативе. Тем более, а нам вообще в мировом кооперативе другие бабки. А потом нам... Он что, хочет кайф русским сбить? Метеориты перестанут шастать у нас. Вон, вы знаете, что сейчас самый популярный ролик, но по второй производной набирает все больше и больше с каждым днем? Это вот этот знаменитый ролик, когда американский ведущий показал метеорит у себя в Америке и подобрал. А для него, видимо, ему показали вот этот ролик «Падающий метеорит». И он сначала удивился, мол, надо же, летит метеорит, а который регистраторами мобильными снимают, даже не реагирует. Мол, так и надо. Ну что, каждый день летают. И он этот ведущий американский говорит, надо же, у нас бы все по домам сидели. И, видимо, ему стало интересно, что же там еще в Ютубе русском. И он когда зашел, он сдурел реально. Он подобрал ролики, и он сам показывает, и хохочет, потому что когда коровы перевернулись стадо с машины, и все с дороги встают, отряхнулись копытом и пошли дальше. Ну, там ржа. Он говорит, мы, конечно, долбанутые на всю голову американцы, но все-таки не такие, как русские. Сейчас самый популярный ролик в Ютубе. Ну, между прочим, на Урале собираются выпустить и духи теперь. Называются они Чебаркульский метеорит. Вот уже монетизация началась. Гениально. К восьмому марку. А там настойка на метеорите. А знаете, чем он пахнет? Удивительно. Вот мне первое... Вот чем пахнет Уральский метеорит? Духи. Какой может быть запах у дуку? Чебаркульский метеорит. Или Чебаркулем, или метеоритом. Чебаркульский метеоризм, наверное. А, смешно. Смешно. Не догадался. Друзья, если вы вдруг купили своей любимой на восьмое марта духи Чебаркульский метеорит, пожалуйста. На Урале они уже продаются. Ну, я не знаю, где конкретно на Урале, но можно поискать места. Пришлите нам, пожалуйста, чем же он все-таки пахнет. Потому что это удивительно. Сообщение пришло, но запаха нет, сколько я не тер страниц. Мы ждем ваших сообщений. Быстро нюхать Чебаркульский метеорит. Да, также присылайте ваши сообщения. Они уже начали приходить с вашими наблюдашками на 8870. Я уже вижу много-много есть сообщений по поводу того, что мы сейчас начали обсуждать. Темы нам предлагают для обсуждения. Мы это обязательно все сделаем. Сейчас прервемся на очень короткое время и встретимся в студии Юмор-ФМ. Ну что, друзья, мы продолжаем. Ваши сообщения не оставляют равнодушными никого. И даже Михаил Николаевич Задорнов улыбнулся. Да. Да, ну что, уже здесь начали приходить нам ответы. Во-первых, на те темы, которые мы затронули. Например, пишет девушка из Хабаровского края. Не все женщины пойдут в салоны красоты. Но, видимо, и так красивые. Меня муж не пускает, она добавит. Да, сообщение. На стекле автомобиля размещено, прошу прощения, рекламное объявление. Из Ивановской области пришло нам сообщение. Туристические поездки в квартиру и в офис. Юрия Иванова подпись. Что это? Я чувствую себя иногда тупым. Я не въезжаю. Ну, подразумевается, что данный автомобиль, на котором размещена эта реклама, доставляет, видимо, туристические пакеты в офис. Туристические поездки в офис. Но звучит, как туристические поездки в квартиру. Ну да, они же теперь не ставят наученные правописанием смс, они не ставят запятых точек сегодня. И поэтому такая хрень реальная получается. Я даже думаю, что здесь наш слушатель только молодец, что нам это прислал. А то, что не ставят запятых и точек на стекле автомобиля, размещая такое объявление, вот и получились туристические поездки в квартиры и в офисы. Итак, теперь нам пишут, чем пахнут духи Чебаркульский метеорит. Он с нотками металла, пишут знатки. О, нотки металла. Это хороший запах. В запахе есть нотки металла. Возможно, он пахнет Чебаркульским метеоритом. Из Новосибирской области задается вопрос. И есть еще один знаток из Челябинской области, но, вероятно, это человек, который имеет отношение к производству. Он пахнет каштанами, уверенно заявляет. Почему здесь? Причем здесь Чебаркульский метеорит? Чебаркульским или метеоритными каштанами? А мне пришло сообщение, что он пахнет действительно Чебаркульским метеоритом. И в скобках написано «Я сверял». Я проверял. Он сначала понюхал метеорит, а потом парфюм. Я нашел, между тем, новость. Очень интересная. Орбитальная группировка ГЛОНАСС развернута полностью. Об этом стало известно 5 марта в Москве на этой неделе. Так вот, по целевому назначению теперь используется, прошу прощения, 24 космических аппарата. Об этом сообщила информационно-аналитическая служба Роскосмоса. Для стопроцентного покрытия навигационным сигналом ГЛОНАСС для всей Земли необходимо было 24 космических аппарата, которые используются по назначению. В течение последних нескольких месяцев на орбитальной группировке работало 23 спутника. И вот сейчас тесты завершились на 24-м. Все, ГЛОНАСС готов. И что? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Теперь их запустят? Не, они уже все запущены. А, уже запущены, все сделали? То есть все, можно пользоваться ГЛОНАССом, Михаил Николаевич. То есть, наконец-то Медведев своего кота найдет в Арфоломее, на котором установил систему ГЛОНАСС. Но, у меня, кстати, раз я слышал, сказал про нашего премьера, он же, вот, все грозится, он же грозный такой. Грозный, все время обещает наказать. Никого еще не наказал, только разговаривает. Но он выдал, в связи с этими фальсификациями в банках дагестанских, он выдал гениальную фразу. Фальсификации носят такой уровень. Вы представляете, вот это, человек не понимает, вот как фальсификации могут носить уровень? Что это за картинка? И это просто подрывает устойчивость. Как можно, он связывает несвязуемое. Это, абсолютно, сказал он, недопустимое преступление. Недопустимое преступление, значит, где-то есть допустимое преступление. А если абсолютно, где-то есть не абсолютно. Вот, юридический язык. И вот, что я хочу сказать, сегодня в школах началась такая разработка программы с осторожностью упоминать сказки Салтыкова-Щедрина и рассказы Салтыкова-Щедрина. То есть, хороший русский язык, это надо осторожничать. То же самое по отношению к Некрасову и к Тургеневу, да? А вот это, значит, можно то, что я сейчас процитировал, слушать без всякой осторожности. Я понимаю теперь, почему такая проводится реформа у нас в образовании. Да чтобы на фоне тех, кто созреет в результате реформы, наши правители не выглядели безграмотными. Потому что, если бы они учились сегодня на нашей классике, они бы понимали, что так человек говорить не может, во всяком случае, прочитавший книги какие-нибудь. Кроме юридических. Ну, у нас есть наша традиционная рубрика. Она довольно неформатная. Называется она «Новость недели». Я не могу сказать, что новость этой недели мы выбрали, и она прям очень позитивная. Нет, конечно, мы знаем, что случаются трагические моменты в жизни. Но, тем не менее, мы решили именно эту новость взять новостью неделю. Маша Белкина подготовила. Давайте послушаем ее, хорошо? Неформат. Новость недели. На этой неделе не стало президента Венесуэлы Уго Чавеса, который правил страной 14 лет и был одним из самых ярких политических деятелей 2000-х. В 2009-м в Венесуэле прошел референдум, и Чавес получил право избираться бесконечное число раз. Несмотря на жесткие заявления, командант запомнился в первую очередь своей открытостью и доступностью для народа. Он считал, что донести правду о происходящем в стране до каждого жителя – его личный долг. Поэтому в 2007-м году он стал ведущим программы «Алло, президент» – эфиры, которые могли длиться до 8 часов без рекламы. Добавлю, что Уго Чавес был очень творческим человеком. Он пел и танцевал на митингах, а порой и на протокольных встречах. Один называют «Майсанта», и другой – «Американ». «Американцы» – это мент, потому что он хороший, Катире, между Вайо и Алафано. Неформат. Новость недели. Михаил Петрович, ну что, Уго Чавес, личность явно неординарная, об этом говорит сейчас весь мир. Многие… В Венесуэле объявлен семидневный траур, в Белоруссии объявлен траур трехдневный. Но они дружили с Лукашенко. А вообще, Уго Чавес очень, конечно, личность интересная. Я даже замечал, что когда его показывают по телевизору, вот есть какие-то новости, когда думаешь, а, пойду на кухню, скажу, сейчас бутербродик сделал, потом вернусь. А вот когда Уго Чавес показывают, всегда смотришь. Он очень привлекательный человек, очень искренний был. И вот то, что у вас в новостях сообщили, пел, танцевал, конечно, народу это нравилось. Он не формат, он не укладывался в рамки, в которые укладываются все президенты сегодняшней якобы демократии мировой. И я так понимаю, что латиносам вообще очень не нравится то, что делают америкосы. Арабам не нравится, но мы забываем, что есть еще Латинская Америка. И есть такая гипотеза, к сожалению, теория. Я не знаю, насколько она доказуема, что вообще всех этих президентов все-таки отравляют американские спецслужбы. Потому что и в Панаме неприятность, и сейчас в Перу неприятность тоже. Они все заболели. И женщина эта в Аргентине, да? Нет, в Венесуэле. В Бразилии. В Бразилии. И она больна. Они все очень не американцы. Они по душе больше на наших похожи. Такие открытые, веселые. Вот, да. И я думаю, что американцам это здорово не нравится. Такие... Ну, я не знаю. Я это просто слышал. Но мне кажется, что нет дыма без огня. Ну, что ж, пусть земля ему будет пухом. И теперь я понимаю, почему Путин начал играть на пианино и учиться петь. Его заразил Уго Чавес. После того, как он вернулся от Уго Чавеса. Он же еще... Он и начал... Ну, он, конечно, не так поет, как Уго Чавес. Он язык все-таки не знает. Испанский он поет на английском, поэтому... И одним пальцем... Но одним пальцем он играет хорошо. Михаил Николаевич, на этой неделе... Я вообще думаю о том, есть ли сейчас в мире остался ли какой-либо лидер... Ну, вот Ким Чен Ын, например. Подбрасывая его миди. Остался, видите, вы сразу... Который мог бы настоль же необычно себя вести и оставить о себе такие же воспоминания, что половина мира ровно его ненавидит, и только одна маленькая, но гордая страна его безмерно обожает. Помните, мы в прошлую неделю поднимали вопрос... Ну, про баскетболистов американских, приехавших в Северную Кареню. Гениальный случай, конечно. Просто так ничего не бывает. Ну да, на самом деле, друзья, пришло сообщение на этой неделе, и я, честно говоря, сначала прочитав его, очень сильно удивился. Начинается оно так. Президент США Барак Обама не намерен в ближайшее время звонить руководителю КНДР Ким Чен Ыну. Смешно. Об этом официальный представитель Белого дома сообщил, между прочим. Ни с того ни сего. Шел, шел Обама. И потом заявление сделал. Не буду звонить ему. Хотя кто просил, а выяснилось, что не так. Да, оказывается, Деннис Родман, который встречался с Ким Чен Ыном, мы говорили об этом на прошлой неделе. Да, да, да. Деннис Родман, звезда в прошлом, звезда NBA. С кольцом в носу. Да, приезжал в Северную Корею, где Гарлем Троттерс, команда, которую он, собственно, представлял и привез туда, встречалась с северокорейскими выносливыми и сильными баскетболистами. Сыграли они тогда 110-110. Да, мы очень удивлялись по этому поводу. Да, каким образом. На самом деле, что такое Харлем Троттерс или Харлем Глобал Троттерс? Это такая шоу-команда. Там есть какой-то толстяк, есть Верзила. На инвалидном кресле. Да, это люди-циркачи, по большому счету, которые устраивают шоу в различных парках развлечений, ну, например, в Диснейленде. И вот они приехали туда, в северную, в большой северокорейский Диснейленд, где, собственно, сыграли этот матч. А корейцы играли всерьез. Видимо, да. И Деннис Родман в течение этого матча, пока он общался с Ким Чен Ином, получил от того сигнал. Тот сказал, по сообщению, опять же, американских агентств, он сказал, пусть мне Обама позвонит. Гениально. Деннис Родман. Гениально. Скажи ему, чтобы он мне... Скажи со звоном. В ответ на это президент Обама пару дней назад сделал заявление, что он не намерен звонить Ким Чен Ину. А когда ему передали эту просьбу, он побледнел. Он превратился в бледнолицого. И сказал, я не буду ему звонить. Ой, ну это вообще история гениальная. Вообще вот я никак не могу произнести этого афроамериканца, которого так легко произносит, ну, который командир этой всей. Деннис Родман. Да. Вы знаете, по-моему, его пригласили в Северную Корею, чтобы напугать корейцев. И что вот так жить не надо, как живут на Западе. Потому что, ну, для них он реально Годзилла. Что у нас дальше? У нас еще есть несколько сообщений, которые, пожалуй, мы оставим чуть на потом. У нас есть пара минут для того, чтобы закончить историю с лидерами. Вы говорили о Сталине. Да, с лидерами. Вот интересно, что ведь и у Сталина в эти числа тоже годовщина. Да, 5 марта годовщина смерти. Лидер ведь это человек, за которым лидируют. Люди идут. Лид. Они за ним идут. А большинство лидеров в мире это те, которые идут за финансовыми корпорациями. Поэтому, когда мы с вами говорим лидеры, мы имеем в виду и действительно лидеров, как Уго Чавес. И вот, знаете, мне очень понравился фильм НТВ «Сталин с нами». Его показали ночью, потому что, по-моему, побоялись показать днем. Но он интересный. Распаковали секретные материалы. И, по-моему, те, кто писали сценарий и увидели вот эти рассекреченные документы, по-моему, они были так удивлены, что это удивление даже с лица ведущего не сходило. Нам нарисовался другой лидер советский. И другая жизнь советских людей. И вопрос очень правильно поставлен. Где вот этот критерий, сколько жертв можно принести во имя самых высочайших достижений? На этот вопрос никто никогда не ответит. Но этим занимаются всегда люди неформатные. Я думаю, что об этом есть смысл поговорить даже после, ну, наверное, после рекламной паузы. Потому что тут в двух словах как бы свое мнение не выскажешь. Да, у меня как раз предложение есть. Давайте сейчас прервемся на пару минут, после чего встретимся в студии прямого эфира «Юмор.ФМ» в программе «Неформат» и продолжим обсуждение этой темы. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Неформат». Прямой эфир, без цензуры, без купюр. Традиционно по пятницам. Но сегодня четверг, короткая неделя. Мы подводим итоги этой короткой недели. Отвечаем на ваши вопросы и зачитываем сообщение с короткого номера 8870. Также еще и гостевую я чуть позже зачитаю. Ну, ваши наблюдашки, да, наблюдения, которые вы присылаете. Ценник на мужских трусах. Плавки плавательные. Сергей из Москвы прислал такое сообщение. То есть не ходильные плавки, не бегательные, а... В Белгороде в гипермаркете продаются салфетки под названием «Бог в помощь». «Бог в помощь». «Бог в помощь». Почему салфетки? Почему салфетки? Плавки плавательные. Мне вспомнилось, как я видел в одном сибирском городе. Но это немножко будет пошловато. Но что, ну и видел я такой ценник. В плавке не мочиться. Вот так вот, в бассейн можно, в портфелье. Извините. В Челябинской области есть ломбард Раскольников. Оооо! В городе Миас. Магазин пива «Бухенхаус» в Златоусте. Туристическое агентство... Я видел «Бухалово хаус». Это еще и по-нашенски «Бухалово хаус». «Бухенхаус». А есть «Бухалово хаза». Это хаус, но по-русски произнесен. Простите, прервал. Да, туристическое агентство «Сусанин». Это существует, да. И в Смоленске есть. В Смоленске еще лучше. Поляки любят туда обращаться. Да? Ну, уже традиционно. По традициям. Куда? Вы знаете, идите. Идите в «Сусанину». Это прислал все из Челябинской области Иван. Спасибо огромное за такую подборку. Друзья, со всеми сообщениями на сайте веселаярадио.ру можете ознакомиться. Ну, а мы пока переходим... По Челябинскому есть кафе на пути из Магнитогорска для водителей, дальнобойщиков. И называется оно, знаете как, «Подкрепись-ка». С мягким знаком написано. Да? Чтобы дальнобойщики точно поняли. Чтобы позже поняли, что и поесть, и так... Чтобы на душе полегчало. Итак, мы немножко по синусоиде нашей качнулись в сторону... Ничего. ...юмора, Михаил Николаевич, но... Меня поразил этот фильм. Во-первых, тем, что изменило... Понимаете, телевидение, тем более такой канал, как НТВ, просто так, без санкций, сверху ничего не покажет. Если этот фильм был показан, значит... Значит, изменяется какая-то точка зрения на наше прошлое. И, может быть, достучались люди интеллигентные до верхов, пытаясь доказать, что пора прекратить, перечеркивать все в нашем советском прошлом. Что были, безусловно, минусы, но были и плюсы. И в этом фильме, например, приведены точные цифры расстрелянных, репрессированных. Они, конечно, и реальные, ужасные. Но другие, когда демократы пришли к власти, так называемые якобы демократы, на самом деле, агенты влияния западные, они завысили все цифры, они все переврали. Расстрелянных 900 тысяч за все время советской власти. За 70 лет. Репрессированных, расстрелянных и попавших, ну, пострадавших, 3 миллиона. Не 12, а 12, это с выселенными чеченцами, татарами и с уголовниками за это время. Так что не надо говорить, что в 37-38 год было расстреляно 10 миллионов. Нет. Но, и без того много, безусловно. Но там рассказывается, как Сталин приходил к этому, и в чем, я вообще, зачем я буду пересказать? Посмотрите этот фильм. Я когда написал свое мнение, как я смотрел, и как мне он понравился, я узнал очень много нового, о том, как Сталин со своей женой первый спрыгнул в могилу, чтобы проститься со своим гробом, он ее очень любил, не мог никак расстаться. Как он писал стихи, как его выгнали из духовной семинарии за то, что он был неформатного мышления, он интересовался мировой философией. Как он работал рикетиром в Баку, и уже тогда отнимал бабки у Ротшильдовской корпорации, которая в то время работала нефтесосами в Баку. Ой, как он был в ссылке, как родился от его, от женщины, в которую он влюбился в Сибири, человек, которого я знал. Его фамилия была Кузаков. Он возглавлял литературную редакцию телевидения Останкина. И под его руководством вышли вокруг смеха кабачок. Это все он тогда организовал. Представляете, мы все заговорили, это сын Сталина, сын Сталина, и думали, что мы врем друг другу. Оказывается, действительно, было показано в этом. Очень много интересного. Как первые годы войны, и никуда он не уезжал, оставался в Москве. И как он пришел к тому, что прекратить мыслить о мировой революции, то, о чем мечтал Троцкий. И почему он убрал Троцкого? Потому что развал страны был практически уже закончен. Вывезли все золото. И золото царей вывезли. И все это утекало в Штаты. Потому что отец Троцкого работал менеджером в одной из финансовых корпораций американских, именно ротшильдовских. И там очень интересно сказано, что почему вы считаете Троцкого революционером? Он не был. Он приехал, боится, как революция совершилась. Он приехал, как суперадвайзер, что в правильном направлении большевистские деньги направлять. И очень интересно написано, что они прозевали Иосифа Виссарионовича, товарища Коба. Они прозевали. Они так увлеклись бабками, примкнувшие к Троцким каменев и Синовию, что они прозевали. А Сталин вдруг сказал, мировая революция невозможна. Нам сначала надо свою страну укрепить, укрепить свою экономику. А потом будем смотреть, нужно ли это вообще. И за него проголосовали. Вот что он сделал. Он же революционер был. Он же был пацан реальный. И когда выносили Троцкого из Кремля, Троцкий дергался и брыкался, как ребенок, которого баба Ига в печку засовывает. И гениально, поскольку мы юмор ФМ, я должен сказать, гениально пошутил товарищ Коба. Он сказал, ты еще едешь, дальше будешь. И тот уехал так далеко со страху в Мексику. Но Сталин вынул трубку и добавил, а тише будешь. Дальше поедешь. И тот... Нет, нет, перепутал. Переставить надо местами. Но тот, уехав совсем далеко, все-таки продолжал брыкаться. Но он достал простым советским ледорубом, достали его и там. И Европа вздрогнула, мир вздрогнул. И вдруг Россия становится могущественной страной. Гитлера надо вооружать. Интересно. Посмотрите фильм. Он не черной краской и не белой рисует Сталина. А это все цвета радуги существуют, чтобы описать, что такое была советская власть. Этот фильм очень нужен детям, которые думают, что мы все выросли под руководством просто монстров. Да, между прочим, если сегодня поговорить о Джефферсоне, или о первом президенте Америки, или о первых президентах, да, они все любили рабов, у них были наложницы. И, ребят, все, все не без греха, между прочим. И мне кажется, что этот фильм хорошо НТВ сделал очень. Я смотрю по НТВ иногда... Так, зайду, вот сейчас идет этот фильм, многосерийный, десант, десант там, да, братство десанта. Но это после фильма документального смотреть невозможно. У меня вообще... Ну, это такая шняга. Плохо играют, плохо написано, все примитивно. Дерутся, я не могу. Максим... Они, когда... Они же драться не умеют, они же дистрофики. И, ну как, эти актеры жирные, разжиревшие, а им драться надо, им надо десантников играть. Они дерутся. На крупном плане. Кулак врезается в нос. На показан нос и кулак. И в это время такой кряк, ломается нос и звук удара. Вот все драки научились у Америкосов вот этой техники крупную. Потому что раньше вообще на это смотреть невозможно было. А сейчас ощущение, что драка есть какая-то. Но, мне кажется, документальное кино становится интереснее, чем кино художественное. У нас документальные фильмы основаны на фактах и несут и чувства. Вот я уже два таких фильма знаю. Вот про Сталина и про Рюрика. Там один Задорнов снимал этот фильм. В общем, тоже неплохой получил. Да, кстати, я думаю, что об этом тоже есть смысл. Напомнишь, друзья Михаилов... Требуют снова съемок фильмов документальных про историю глубины России. Я был огромным удовольствием. Прочитал книгу, посмотрел фильм. Ну, правда. Несмотря на то, что мы очень много с вами здесь это обсуждаем. Мы много говорили об этом. Но вообще смысл всей пламенной речи, я попытаюсь подвести такое резюме Михаила Задорнова, в общем-то, сводится к одной простой истине, что нельзя рисовать либо черными, либо белыми красками. А если надо реально, тогда будешь реально жить в настоящем, перспективном будущем. Да, и сейчас, если уж аналогии проводить до конца, то я считаю, здесь сообщение, мы говорили о Буга Чавесе, который пел и танцевал. Здесь люди пишут, что а у нас Ельцин тоже танцевал и оркестром дирижировал. Ну, есть... Ну, здорово. Есть порох в пороховницах. Еще. Можем выбирать правильных президентов. Да, и сейчас вы посмотрите, вы же говорили об этом в прошлый раз, и действительно, если на это обратить внимание, то это правда. Все более и более к сожалению, а может быть и к счастью, у нас обостряются отношения с западным миром ровно по той причине, что Россия начинает вести свою политику. И осознавать, что она может быть независимой. Ведь если мы сейчас... Что такое независимость? Армия. Если мы сделаем армию, как у советских братанов было, вот нашу дружину, мы тогда будем знать, как мы празднуем независимость и праздник. Иначе его надо называть праздник зависимости. Но интересно в этом фильме последнее, что я хочу сказать, опись имущества Иосифа Виссарионовича, когда он умер. Вот это, друзья мои, приготовьтесь. Три трубки, четыре пары брюк, пять пиджаков и четыре фуражки. И все. А вы представляете, опись имущества у наших сегодняшних министров, скажем, даже не самых главных. Вы же до сих пор оборонсервиса писать не могут. Но они просто, Михаил Игорьевич, это происходит по той причине, что сейчас те люди, которые считают, читают плохо. Там те же самые четыре фуражки, но их очень долго после ЕГЭ считают. Две посчитают. И они бриллиантами выложены изнутри. Да. Друзья, мы сейчас прервемся на... Одну фразу только. И вот ужас этого фильма, когда смотришь, ё-моё, на фоне советских руководителей сегодняшнее олигархио безнравственно. Вот ужас этого фильма, хотя об этом не говорится. Ну что, друзья, мы продолжаем программу «Униформат» в прямом эфире из московской студии «Юмор.ФМ». На всю страну работаем мы, Михаил Задорнов, автор и ведущий этой программы. Ну и я помогаю читать СМС-сообщения. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции «Юмор.ФМ». Друзья, у нас сообщений ваших огромное количество. В гостевой книге много вы пишете. И постараемся как-то это обрабатывать и зачитывать. Есть несколько сообщений, на которые хотелось бы обратить внимание сейчас с учетом темы, которую мы только что обсуждали. Человек из Брянской области, наш слушатель пишет «А ноль промилле – это разве не сталинизм? в преддверии праздников». Михаил Кузович. Хорошее настроение у мужчин появилось уже сегодня. Да. В Волгограде есть фирма по демонтажу строительных конструкций. Называется «Раздолбай сервис». Гениально. Екатерина из Волгоградской области прислала. Гениально. И есть еще один вопрос. Ну, как же мы без нашей любимой Америки? Любовь, между прочим, к ней привили вы нам. Да. Да. Как у вас в рекламе. Да. Пишет нам Александр из Москвы. «А были ли у вас казусы с однофамильцем и банкиром Задорновым? Вот я вернулся, далее пишет он, 27 февраля из Калифорнии, был там в гостях две недели. Ну, они и тупые». Ой, тут я можно отвечу, да? Ну, конечно. Вот мы были знакомы с Ельцином. И однажды мы играли в теннис. Потом немножко приняли окружение запорядочных людей. И хорошо провели время. Короче, очень. В ничью закончилось. Всех выносили из баня. 110-110. 110-110, да. И на следующий день в газете, А, следующий день был, я помню, суббота до сих пор. Это, наверное, 93-й. Не помню, какой год. Какой-то из таких. Какой-то из 93-х. Плюс-минус. И вдруг в газете появляется, что в Совете экономическом у президента Ельцина М. Задорнов. Мне звонит отец. Он еще жив был. А, значит, это 92-й год еще был. И говорит, тебя ввели в экономический совет. Максим, даже я думал, что это я. Что матч закончился слишком удачно. И я звонил Илюшину. Был такой очень приличный человек. Восглавлял администрацию Ельцина. И говорю, Вить, вы чего это меня ввели? Он говорит, не волнуйся, это не ты. Это Михаил Михайлович. Но мы специально не дали отчества, пошутили над тобой. И не тебе же только шутить над нами. Но интересно другое. Он мне говорит, а ты знаешь, почему его выбрали? Его на Камчатке выбирали. Потому что там были размешаны плакаты «Михаил Задорнов избирается». Естественно, поскольку отца романы о Камчатке были очень читаемы в то время советскими людьми, думали, что это его сын, и вот надо выбирать того, кто очень любит свой край. Вот у меня такие были. Значит, мы знакомы с Михаилом Михайловичем, но так мы не очень близки, естественно. Он вообще, когда меня видит, он почему-то хмурится. Не знаю. Вы ему напоминаете о камчатских прошлых буднях. А однажды сидели с Ельциным на Кубке Кремля, и нас сфотографировал иностранный журналист, и в «Москва Ньюз» появилась фотография, и в «Таймс» фотография «Ельцин», я и написано «Президент России» с известным российским экономистом. Михаилом Задорным. У меня до сих пор хранится это. Ой, ну это время было, Максим. Вот если начать рассказывать, люди будут думать, что я придумываю. Я создал фонд в то время. Очень интересный. Тоже в бане рассказывал, как тяжело живется людям русским в странах Балтии, в отделившихся бывших республиках СССР. Ельцина додать ему должность. Очень возмущался этим всем. Они меня обманули, они обещали, «Давайте создавать фонд, и вы будете президентом фонда». Ну, у меня сразу пацаны такие, более бывалые, чем я, в бане тоже с нами были, толкают, «Давай, давай, давай, давай». И Ельцин говорит Коржакову, «Перевести там несколько миллионов рублей». Ну, там, не помню, миллионов, триста или что-то. На этот фонд все, издание выделить. И Саша Коржаков, мы тогда с ним были на «ты», надеюсь, что и сейчас на «ты», не знаю, он занялся оформлением документов на этот фонд. И через месяц нашему выделили в фонд все подпишись. Мгновенно все было сделано. Потому что Коржаков звонил. Главный оберег ельциновский. И все было сделано, и нам выдали, значит, адрес здания. Готовы, да? Перепутали адрес на проспекте Маркса. И дали нам адрес. Вот нам хотели, там есть такая дума, есть где, а во дворе, в думе стоит особняк, по-моему, троекуровых помещиков. Это мало кто знает. Очень красиво. И нам выделили, но перепутали адрес. И во всех официальных бумагах, готовы точно, написали адрес гостиницы «Метрополь». И за подписью президента России мне передавалось здание гостиницы «Метрополь». Когда я пришел к хозяину гостиницы, бледняк его хватил реальный. Но я просто при колодце пришел. Потому что я говорю, ты не волнуйся. Он хотел охрану, бандита вызывать, звонить в Кремль. Потому что как, гости... А тогда она крутая была. Одна из первых пятизвездных. Вот, вот, казусы были сумасшедшие. Ну, хорошо я приличным человеком оказался. Я бы мог отсудить запросто ее. Все документы проходил. А у вас остались документы, что я как не очень приличный человек интересуюсь просто. Есть, есть, есть. Но я их в доме не держу, потому что это опасно. Такие документы в доме держать. Да, вот были времена. Вот это, да. Ну что, у нас... У нас же вообще-то праздник, у девчат. Да, вы знаете, мы сейчас за пределами эфира, пока прекрасная реклама звучала. Мы разговаривали с Михаилом Николаевичем Задорновым, и я задал вопрос, а когда же мы будем про женщин говорить? Вот обычно все время про женщин. Как только эфир заканчивается, мы про женщин. А как эфир, так мы не про женщин. Да, мы решили этот час посвятить, дорогие наши девушки и женщины, вам, для того, чтобы поговорить о прекрасном празднике, который будет завтра. Но сегодня уже предпраздничные настроения нас охватывают. Ноль промилле, это, по-моему, не про людей, которые ездят сегодня за рулем, потому что все они хмельны от любви. И у нас есть несколько зарисовок на эту тему. Я вообще думаю, что про женщин надо заново учиться мужикам говорить. Я вот сижу в какой-нибудь мужской компании, слушайте, ну это стыдно, они перестали про баб говорить. Они говорят про бабки все время, о бабках. И я говорю, ребят, ну хватит, давайте о бабах поговорим. Мне говорят, пора. Такие бабы дорогие стали. И опять про бабки начинают болтать. Но это невозможно. Ребят, вы мужики или нет, в конце концов. Поэтому я предлагаю женщинам, и не только женщинам, послушать, что было мною сказано в каких-то короткожанровых таких зарисовочках о женщинах за мою долгую 110-летнюю жизнь. Я даже собрал сегодня специально эти фразочки. Красивые женские ноги это возможность для мужчины мечтать, не поднимая головы. 87-й год, между прочим, фраза написана. А вот это мне нравится своей мудростью. Это уже не 87-й, это уже сегодняшнее. Восхищаться достоинством мужа может любая жена, а умиляться его недостатком только та, которая любит. Это уже не смешно, это грустняк. Таких мало. Любимая, а это уже написано недавно тоже, ну поймете, собственный опыт, любимое занятие моей жены по вечерам гадать, где я. А это я недавно одной сказал, ты такая грустная, что не видно, какая ты красивая. Говорят, женщины любят ушами. Можно себе представить, как повезло бы крокодилу гений, если бы чебурашка была женщиной. А как называют толстых монашек? А так это не доказано еще, чебурашка кем был. А, да. Давайте звонок. Я ошибся. Сейчас звонок будет. Вы сейчас спровоцировали? А, Максим, невероятное количество звонков. Будут звонить все, кто знают, какого пола был чебурашка. Ведь они покупают, сразу разглядывают. А какой пол чебурашка? Этот список совпадет со списком абонентов, которые знают, как пахнет духичи бархульской материи. Хорошо, да, это мы же не зачитали, пришло сейчас в письмеце, что он пахнет тем, куда он упал. Как называют толстых монашек? Божьи коровки. Холостякам полезется это, если вы влюбились и не знаете, как вам избавиться от этого чувства, женитесь. Если вам в баре улыбнулась девушка, это для молодняка. Примета от бывалого. Если вам в баре улыбнулась девушка, значит, у нее нет денег. Если вы улыбнулись ей в ответ, значит, у вас деньги есть. Если муж недоволен объемами своей жены, совсем не обязательно отправлять ее к пластическому хирургу. Гораздо дешевле купить себе очки 3D. Одинокая женщина это женщина, у которой никого нет, кроме мужа. Минута. Одна фраза? Да. Знаете ли вы? Ну тогда я все равно продолжу. Можно продолжить. Знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме? Будто бы у всех мужчин только одно на уме. Вот так. Тогда не сразу. Очень-очень такая. Ну и тяжела жизнь моряка полгода ждать, пока муж свалит в море. Это вам, как бы, жителям Владивостока, это понятно. Да-да-да. Друзья, через буквально несколько минут мы снова с вами в студии прямого эфира Юмор-ФМ. Друзья, мы продолжаем программу «Униформат». В прямом эфире Юмор-ФМ работаем на всю страну и даже ближайшее зарубежье. Да и далекое тоже, что там. В интернете можно нас смотреть. На сайте веселаярадио.ру организована онлайн-трансляция. Это 8-8-7-0. Это номер для ваших СМС-сообщений. 0-7-3-1 ваши звонки. Я зачитаю несколько сообщений, которые к нам пришли по итогам тех тем, которые мы обсуждаем. Ну, и наблюдашки некоторые. Вот, в Челябинской области в газете объявление «Ликвидация юридически». Ну, хорошо, не физически. Предприятие и их владельцы. Ликвидация. Да, вот это я прочитал сообщение, улыбнулся, а Михаил Галыч говорит, что он уже это где-то даже видел. Кафе на трассе в Брянской области вдали от Джон. Ой, это он был по всей России. Да? Причем, я иногда сомневаюсь, кафе ли это. То есть, сеть не кафе, да? Сеть не кафе вдали от Джон. Да. И тут еще по поводу одного сетевого монстра пришло нам сообщение. Внимание, раздолбай сервис не только в Волгограде есть. Он еще в Саратове, Балакова, и дальше список Рисусти городов. где раздолбай сервис. Да, это, видимо, сами владеют. Это народное название всех строительных компаний. Это модернизация по Медведю. Да. Друзья, ну что, мы не можем не помнить о прекрасном празднике 8 марта, и наш шеф-редактор Маша Белкина в службе информации подготовила подборку новостей, которые основаны, в общем-то, на опросах. Итак, по опросам Центра Рамир подарок номер один на 8 марта это цветы. Желательно большой и впечатляющий букет. В принципе, цветы допустимы любые, пишет Рамир Мониторинг, кроме кактусов. Ага, потому что это для мужчин, чтобы брили. Да. Подарок номер два украшения, лучше кольцо. Точнее, про цветы я хочу добавить. Мужчины, милые, вы сегодня знаете, что в России нет своих цветов, они все заводятся из Голландии, они выращены, модифицированы, поэтому покупайте еще какую-то воду вкусно пахнущую, типа духов, полиспрыскивать цветы. О которых мы говорили уже. Вот Чебаркульский метеорит, например. Потому что неудобно, некрасиво дарить женщинам цветы, которые не пахнут. Вы знаете, кстати, по поводу Чебаркульского метеорита может сложиться обманчивое впечатление духов, что мы тут как-то в теме. Что мы в теме и нам отстегнули, откатили. Здесь, ну просто сама по себе, конечно, эта история очень смешная. Как в свое время наживались на образе Пусси Рая, да, и продолжает наживаться. Ой, забыли про них. Метеорит заткнул Пусси Рая. Да, то есть сейчас вот и метеорит уже монетизируется. Я тут не могу сейчас найти это сообщение, но где-то прям расписано, он пахнет там с нотками металла. Ну, такое сообщение просто удивительно. Вот у меня написано здесь, он пахнет морской волной, которую слегка поперчили. Вы когда-нибудь нюхали морскую волну поперченную? Вот народ отрывается сейчас. Но подпись там, знаете, эти духи не предназначены для свиданий. Что, в общем-то? А, для отторжения. Подушился и муж слинял навсегда. Хорошо. Подарок номер два. Это украшение, лучше кольцо. Ну, понятно, да? Хорошие духи занимают третье место и ценятся так же примерно, как романтический ужин. А среди антиподарков, это куда более интересно, были названы сковородки, кастрюли, офисные канцелярские принадлежности и удивительно, но носки. Видимо, какое-то... Носки для женщин? А, ну вот эти тепленькие, ножки мерзнутые. Ну, вероятно, носки туда носились и чулки тоже, но... И туда колечко закладываешь изумрудное. Да, а вы знаете, какой номер один нелюбимый подарок у мужчин на 23 февраля? Духи? Носки. Носки. Номер один. То есть им портянкин. Да, что-нибудь посерьезнее. А интересно этот подвор. Знаете, как это вылетело и стало анекдотом? На самом деле, это был случай, когда продавщица спросила у мужчины, он говорит, мне подарок 8 марта, она говорит, вам для жены или подороже? Удивительно. И тоже это из народного, когда мужчина говорит, ну, что мне жене подарить? У меня уже все есть. У нее уже все есть, что мне надо. Да, что у нее... У нее уже все есть, что мне надо. Это когда носки вы сказали, я вдруг вспомнил эту фразу. А я бы хотел продолжить. Можно? Конечно. Вообще, я думаю, что 8 марта, почему это женский день, но он как бы небом не спослан нам для мужчин, потому что мужчины забывают сегодня про женщин. И вот в этот день они вдруг вспоминают о них. Вспоминают, что о них надо заботиться, делать им подарки. То есть этот день, который не дает заглохнуть нашим мужским гормонам окончательно и перевести в нас в сексуальное меньшинство. Правда, я не знаю, кто теперь меньшинство, кто большинство, поэтому продолжаю от имени бывшего большинства для женщинам рассказывать, что я о них думал по жизни. Милые женщины, хотите... Полезный совет. Хотите похудеть на 7 килограммов за неделю? Это очень просто. худеете по килограмму в день. Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза. Если он сидит в метро, она стоит рядом с ним. Настоящий мужчина тот, который заставит женщину сделать все, что она от него хочет. Это я паузу делаю на размышляшку. Настоящий гламур женщины голова нужна для макияжа. Журнал Космополитен решил создать портрет идеальной женщины. Для этого взяли глаза Элизабет Тейлор, нос Клаудио Шифер, волосы Кристины Агилеры, Алигер, Алишер с Алигерой, путаться Агерой. Ну и, короче, понятно. Волосы, короче, взяли. И губы Анжелики Джоли. В результате компьютер выдал фотографию Сергея Зверева. Вот, мужчины, запомните, если женщина говорит «нет», это значит «да», но попозже. Разница муж... Это совет человека, который когда-то понимал, о чем писал. Разница между мужчиной и женщиной. Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. мужчина долго остается под впечатлением, которое он производит на женщину. Если женщина хочет вывести из себя мужиков, она должна ехать в левом ряду, соблюдая правила дорожного движения. Некрасивых мужчин не бывает. Бывает мало денег. Если женщина говорит мужчине не в деньгах счастья, значит, он ей дал денег недостаточно. А вот по этому поводу очень точное замечание. По этому поводу есть вот еще одна новость. Потом у меня еще две. Закончу. Конечно. Да, так я думал, что мы это продлим и потом на будущее. давайте. Хорошо. Так вот, удивительно, но более четверти мужчин не собираются дарить подарки женщинам на 8 марта. Деньги передать? А? Деньги дать? Нет, не собираются. Вообще ничего. Да, не собираются. Четверть мужчин не собираются делать подарки. Знаете, какие объяснения? Ну. Какие подарки, если это не праздник, а день, когда женщины разрешали работать? Когда что? Женщины разрешали. Ну, это же день борьбы на праве женщин. За свои права, точнее, борьбы женщин за свои права. Вот выискали в истории оправдание. Оправдание, да. Казуисты. Какие подарки? Если не праздник, а день, когда женщине разрешили работать. Пусть и работает. У людей и так полно ненужного хлама. У женщин в частности. Чисто из приличия не нужно дарить ненужную вещь. Замечательно. О, молодцы. Есть такой теологический, очень теосовский, точнее, ответ. Для православных это не праздник. И мелко крестимся. Знаете, и мелко крестимся, знаете, с 8 марта и грязем. То, что церковь действительно хочет отменить праздник 8 марта. То, что она мечтает его отменить, свидетельствует вот о чем, друзья мои. О том, что Бог есть и более того, он женат. На этой прекрасной ноте мы прервемся на некоторое время, чтобы послушать рекламу и вернуться в студию Юморфэн. Вы знаете, уже много пишут по поводу оформления нашего. Где, под каким конкретным крыльцом оставлять записку. Друзья, ну это небольшая шутка. Вообще, 8870 пишите нам, и мы обязательно все прочитаем. Можно гостевую книгу. Я хочу еще несколько подвести итогов этого опроса. Вы пошутили, а ведь такой случай был, когда подошла к проводнице женщина. По-моему, это было в Перми, да. И мы уезжали с нашей группой из Перми в Москву. И говорит, можно конверт передать там тому-то. А директор, моя Оля, спрашивает, а кому тому-то. А вы что, не можете, почему вы нас? Она говорит, меня очень просили факс передать. Она факс в конверт запаковала и передала через нас. Ну, как бы мы могли ей отказать передать факс? Ну, это прекрасно. Я сначала просто подумал, что факс, ну, имеется в виду листочек с факсом. Ну, она запаковала в конверт, принесла и через проводника передала. Или факс-аппарат вы имеете в виду. А, нет, листочек с факсом. То есть, она сняла копию, ей сняли, говорят, вот, отправьте факс. А, да, не передайте, отправьте факс. И она пошла на поезд, и проводника говорит, заберите факс. В Москве примут. Так, я хотел еще зачитать несколько итогов опроса о том, сколько люди собираются тратить в этом году на праздник 8 марта. Итак, самый распространенный бюджет от 500 до 1500 рублей. 30% мужчин собираются потратить столько. Еще 25% готовы расстаться с суммой от 1500 до 5000. И 8% собираются потратить свыше 10000 рублей на подарки. Вот. Хорошо, молодцы. Но удивительно другое. Оказывается, что женщины на подготовку к 23 февраля тратят больше, чем мужчины. На подарки им. Я сегодня сотрудницам своим премии раздавал. 120 тысяч рублей раздал. Хорошо, вы сболчали. Да, я как-то... Не, ни одной сотрудницы, ни одной. Не, это я понимаю. Не, ну как-то надо впечатление было. Я просто серьезно задумался о том, как можно стать вашей сотрудницей. Николай Николаевич, вот. Ну, как бы, не большинство уже. Вообще, я боюсь, что многие сейчас задумаются об этом. Это нормальные премии перед 8 марта. Друзья, ну что, я уверен, что вы вашим любимым девушкам и женщинам обязательно подарите что-нибудь прекрасное, замечательное, удивительное, интересное. Потому что москвичи на 8 марта потратят на подарки женщинам почти 20 миллиардов рублей. Класс. Это будет очень интересно, и мы расскажем людям, чтобы они хотели бы знали, что такое существует. У меня знакомый банкир, он детям подарил игрушки Фаберже, сделанные Фаберже, самим Фаберже еще. И они сидят, играют Фаберже игрушками. А при этом принес, он рижский банкир, а принес вот в библиотеку, которая у меня там открыта, и все бесплатно для людей, и он принес к Новому году взнос сделал в библиотеку. 20 латов. Это 40 долларов. Сказал, вам на будущий год я делаю взнос. Представляете? Вот племя удивительное. Ну ладно, а что у нас хорошего? Хорошего по поводу Форбса и списков его. Списки Форбса. Так вот, агентство Росбал сообщило, что принц Саудовской Аравии Аль-Валид Ибн Талал объявил о развереве своих отношений с журналом Форбс. Он очень сильно обиделся. Что его поставили не на то место? Да, его поставили не на то место, его состояние оценили в 20 миллиардов долларов. А у него 40? Он говорит, что у него 30. А, ну вот я угадал. Да, и он сказал, что если бы я был на 10 миллиардов побогаче по версии журнала Форбс, то я бы стоял на 10 месте в списке богачей. А это очень важно. В этой связи я прекращаю сотрудничество с журналом Форбс. Вы представляете, как тяжело вот этим людям жить? Которые все время переживают. Кто-то им недодал, что-то они недополучили. А вот как вы думаете, они думают о смерти? Ведь думают, они будут самыми богатыми на кладбище. Вы думаете, их это не удручает? Удручает сильно. Я вообще действительно, я много раз уже говорил, что я не завидую богатым. Хотя тут один мне кореш такой, очень богатенький, хвастался своим врачом, Максим, и говорил с гордостью. Рассказывал о том, какая крутая квартира, все крутое. Потом сказал, у нас врач крутой с женой. Он находит элитные болезни суперские. Ни у кого таких нет. Он хвастался. Это только вип-клиенты болеют этими болезнями. Вошь до чего дошло. Даже хвастаются болезнями на сегодняшний день. Знаете, я, конечно, уже в том возрасте, когда больше мечтаешь провести бабье лето, чем лето с бабами. Но тем не менее, я хочу сказать, что, к сожалению, наше мужское племя скудеет. И все чаще слышишь про мужиков слово козел. Я не знаю, что вкладывают в это слово, но оно стало просто расхожим по отношению к мужикам. И вы знаете, я недавно, честно говоря, Максим, подумал, что это не без причины. Вот девушка, Эльмира, победила на конкурсе. Мисс Россия, да? Да, Эльмира Абрадзакова. Ну, вот, я просто не решился произнести фамилию, потому что у меня так складно не получилось бы. Но чудная, милая девушка. Ну, допустим, кто-то не согласен с мнением жюри. Ну, напиши. Но какое же количество в интернете пасквилей оскорблений этой девушки? Ребят, вы что, вы мужики или нет? Я бы вас вызвал на дуэль всех, но вы под никами. Нельзя участвовать в дуэли под ником. Вы, трусло. Расскажите, кто вы? Почему вы ее оскорбляете? Вы, мастурбирующие недоноски. Вы, эта зависть гложет вами, что она никогда не станет вашей. Не можешь иметь того, кого хочешь, научись хотеть того, кого имеешь. Но почему эти мужики... Слушайте, они все мужики. Вы представляете, женщины не пишут про женщин. Это что же стало с мужчинами? Они с утра хотят кому-нибудь нагадить. И такое... Она закрыла свою страничку. Она же не я. Она не знает, что она получает от подонков эти посылки. И что если они о ней такое пишут, значит, она замечательная. Значит, их не удовлетворяется. Это... Вот это первая половая зрелость существует, когда прыщи на теле и на душе. И вот они, это все... Это мужики, у которых сперматозоиды потеряли хвосты. Только могут этим заниматься. Бесхвостное семя. Это... Вы знаете, я бы их отправил в трудовой лагерь. Я вспоминаю советской власти. Это они целый день занимаются тем, что гадят другим людям. Ну, троллинг, да, действительно. Их надо в трудовой лагерь, под Магадан, чтобы работали. Вязали носки, которые мы будем дарить нашим любимым девушкам теплые. Рукавички, в которых работать на морозе. Они должны работать. Их надо ссылать. Но расстреливать не надо. Они должны приносить пользу. Но она... Да, но я как-то уже после первой части ожидаю, что будут... Не надо, не надо. Сохраним живыми. Да, хорошо. Но то, чтобы работали. Бедная девушка. Мне даже ей написать некуда. Я бы ей сегодня сказал, если бы ей было куда написать. Эльмира, дорогая, не закрывай страницы. Наоборот. Вот эти злыдни, эти озлобыши, эти неадекватыши нашей жизни, квак-квакыши. Они же все квакают. Пошли им всем свою фотографию. Где ты улыбаешься. Напиши, с праздником женским вас поздравляю. На вечную память. Они подохнут от злости. Ведь они сдали, что ты закроешь свой... Но самое из этого неприятное, что многие возмущаются, будто бы вот что это такое, выбрали татарку. Ребят, ну не было такого при советской власти, чтобы люди упоминали национальность и унижали за национальность. Ну что же это такое? Ваш чего? Надо всех репрессировать, что ли, чтобы вы наконец научились дружить между народами? Ведь вы сами вызываете появление нового Сталина на сегодняшний день. А Эльмире мне хочется сказать. Эльмира, поздравляем тебя с 8 марта. Открывай страничку, если тебе кто-то передаст от меня эти слова. Будет очень приятно. И всем, всех поблагодари троллей. Загнутся они, вот увидишь, от злости своей. Не реагируй. Они же ждали от тебя, что ты поведешься. А ты еще молодая, у тебя замечательная семья, Эльмира. Я посмотрел, мать воспитала двух дочерей, сама, одна. Вы замечательные. Мы будем вам всячески посылать хорошие слова на 8 марта всей вашей семье. Ну и, пожалуй, наверное, всем девушкам. Потому что все опросы, вот мы их проанализировали, они показывают удивительную картину. Девушки более внимательные, чем мужчины за рулем. Они тратят больше денег на подарки мужчинам. На 23-е, тем мужчины, ну, мы не про всех мужчин говорим. Не про всех, конечно, в целом. Потому что вот мы, например, хорошо с вами это делаем. А значит, есть еще такие же. Но, тем не менее, да, в большинстве с вами действительно так. Но мы с вами, Михаил Николаевич, благодаря тому, что вы выписали премию в 120 тысяч. И нам после я как бы привазался сюда. В среднем нормально. В среднем по 60. Здесь есть два сообщения. Пришли, что я к нам на короткий номер 8870. Прочитай их. Первое. Я на 8 марта передам своей привет по юмор-фм. Это первое сообщение. Так. 18 рублей, напомню, стоит смс без налогов. То есть цена вопроса. А второй мужчина пишет, что я своей жене подарил квартиру в ЮАР. Между ними, казалось бы, пропасть. Вот потрясающе, да. Вот. Да, не все козлы. Нет. Я. А у меня есть знакомые, они други. Вообще-то, кстати, очень мудро подарить жене квартиру в ЮАР. Жена, у тебя дорогая квартира в ЮАР. Всего доброго. Пока. На сайте одноклассники. Причем буду сделать. Сидишь, многие еще подарки. Я подарил цветы. Ну, просто переслал ей на почту цветы, да. Сегодня же многие вот такие подарки выбирают, эти открытки. Да, 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 да. Ну, слушайте, но это оскуднение человеческого семени происходит. Мужик должен быть, мужик самец. Чуть не сказал самец. Но, тем не менее, самец за слово сам. Он сам должен построить собственную жизнь. Но, помните такой Мачете фильм? Там такой тестостероновый такой герой. Он такой урод-уродом. Но все красавицы в него влюбляются. Вот он никогда не позволит себя скорбить мисс Мексики, допустим, или мисс Испания. Ну, он самец, он мужик. И одна из них, красавица, говорит, когда всех тут в своей Мачете перерубишь, там все расчленишь, дай мне СМС-ку. Он говорит, нет. Она говорит, почему, он говорит, Мачете не СМС-ит. Вот только ради этой фразы можно. Он фильм прикольный. Некоторые говорят, ты такую чушь смотришь. Это не чушь. Это пародия. И очень остроумный. Поэтому многие не въезжают в то, что это пародия. Друзья, у нас сейчас будет последний перерыв на рекламу перед тем, как мы выйдем на финишную прямую. Я хочу сказать, что давайте устроим короткий Блиц-опрос. Пожалуйста, присылайте сообщение нам, что вы собираетесь подарить завтра своим любимым. Отличная идея. Да, мы самые интересные, пожалуй, зачитаем. Таким образом проведем небольшой опрос. А звонить не будут нам? Звонить, да, будут. Мы сейчас сделаем подборку и подведем небольшие итоги. А сейчас реклама на Юмор ФМ. Друзья, ну что, мы выходим на финишную прямую. У нас совсем немного времени, чтобы подвести итоги программы. И тут вот и начинается самое интересное. Просто засыпали нас СМС-сообщениями тем, что мужчины собираются подарить на 8 марта своим девушкам. Слушайте, я это зачитывать со сцены буду, то, что вы мне сейчас вот показали. И рассказали. Могли бы вы зачитать кое-что? Да, некоторые сообщения зачитают. Ну, сертификат в салон красоты на 5000 рублей. Из Санкт-Петербурга пришло сообщение. Завтрак в постель. То есть она у нее не красавица. 5000 рублей. Так, дальше завтрак. Я подарю своей любимой... Завтрак. Завтрак в постель. Гениально. Завтрак в постель. Замечательно. Я своей любимой девушке подарю золотой браслет на руку, потому что очень люблю ее руку. И золото надо было добавить. И все в семью, в конце концов. Я собираюсь подарить жене шелковое нижнее белье. Дорогое. Вот, кстати, мужчины многие... Да, это из Москвы сообщение. Пришло... Мужчины услышали о том, что мало собираются мужчины по отношению к тратам девушек провести этих трат на 8 марта. И начали подписывать везде. Дорогие. Дорогое. Потому что они дорогие наши женщины. Я своей жене подарю всю свою зарплату. Как всегда. Он каждый месяц старит. Чем, собственно, должен Март отличаться? Да ничем. Я собирался подарить открытку, а она хочет айфон. Что делать? Ой, замечательно. Могу посоветовать открытку с айфоном, с изображением айфона. Да, сразу можно всем угодить. Ну что, есть еще много сообщений. Думаю, вот выехать в Бузулузский бор и пожарить шашлык, пишет Андрей. Ну, я не очень понимаю, это к празднику 8 марта он собирается сделать или вообще всегда? А вы зачитывали что-то про Голландию хорошее. Да, олигарх пишет, что я собираюсь подарить своей жене Голландию. Ну, у него жена он или она в этой ситуации, я не совсем понимаю. Чтобы там зарегистрировать брак можно было. В России, да, такое может быть и нельзя. Еще пришло одно сообщение на нашу гостевую книгу. А я собираюсь своей коллеге подарить два зуба акулы. Ой, ой, сам вырвал, наверное. Да, здесь удивительно, у нас возник вопрос, да, и спор. Пришлите, пожалуйста, а у коллеги там не хватает как раз двух зубов, что собираетесь два зуба акулы подарить. И что будет делать с вашим подарком, милая вашему сердцу женщина? Вставить себе или сделать оживелье? Друзья, у нас есть еще некоторое время для того, чтобы Михаил Голлович успел ответить на ваши вопросы, которые мы в течение программы сегодняшней принимали на 07.3.1. Подготовили сейчас небольшой блиц. Наша традиционная рубрика. Всегда газов. Итак, блиц. Топ-5 вопросов самых интересных от наших слушателей. Добрый день, Михаил Николаевич, Елена Москва. Скажите, а какой подарок женщине на 8 марта вы считаете идеальным? Идеальных подарков нет. Если уж говорить об идеальных подарках, то деньги надо отдать и женщине, перед тем, как она начнет плакать. А наши слушатели, Михаил Николаевич, знают, какой идеальный подарок вы могли бы женщинам преподнести. Вот из Забайкальского края пришло сообщение. Задорновжги, привет из Читы. Порадуй, пожалуйста, забайкальских женщин. Надо просто порадовать забайкальских женщин. Вот он идеальный подарок. Ну, хорошо, да, порадуем. Ну, как идеальный подарок? Ну, нет, не надо, вообще в жизни нет ничего идеального. Идеальный подарок, когда вот мужчина чувствует, что надо женщине. Вот тогда и будет идеальный подарок. Простите, что без шутки ответил. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Я Оксана из Магадана. В рифму получилось немножко. Смешно даже. Ну, знаете, говорят, что смех способствует похудению. Вот не могли бы вы чаще выходить в эфир? А что, мне похудеть надо, что ли? Нет, ну, а Оксана говорит, что не способствует похудению. Нормально. Оксане надо, поэтому... Знаете, да, когда человек смеется, у него холестерин уходит. Я иногда вот так выступаю 3-4 часа на сцене, и потом ухожу, холестерин остается на стуле. Просто они все выжат, холестерин на стуле. И все похудевшие уходят. И мозгами тоже причем. Приветствую, Михаил Николаевич. Андрей из Санкт-Петербурга. Вот мой сын неважно учится в школе. А как вы учились в школе? Мне хотелось бы поставить вас в пример. Или не стоит? Это стоит и очень дорого обойдется. Я не очень хорошо учился. У меня были самые разнообразные оценки. Были двойки. Много довольно было троек. Бывали пятерки. Меньше всего у меня было четверок. Но я однажды получил ноль за дисциплину в дневнике. Может быть, это было... Это несколько нулей было. То есть, а я еще учитель спросил, что я вообще никак не вел себя? Это значит ноль. Потому что она была настолько рассерженная, что я все время подшучил на ее уроках. Что обвела вас белым кругом. А вы думаете, что это ноль? Ну вообще... Да, обвела. Не подходи. А оберегом таким. Но вопрос, конечно, очень умный. На него хотелось бы ответить. Я отвечу в живом журнале. Потому что многие задают вопросы про детей. Единственное, хочу сказать, не надо смотреть на оценки. У ребенка не путайте оценки и знания. Сегодня оценки не отвечают знаниям вашего ребенка. И поэтому не чмырьте их, не заставляйте их получать сплошные отлично. Это сегодня неправда. И уж тем более, не покупайте оценок для детей. Не надо делать этого. Дети вырастут несчастными. А лучше задумайтесь о форме образования. Задумайтесь о том, что вы можете сделать как родители из того, что не может сделать отформатированная школа. Вот так вот скажем. Добрый день, Михаил Николаевич. Руслан из города Самара. А вам когда-нибудь делали подарки наши российские и советские правители? Если да, то какие? Спасибо. Ну, не на 8 марта имеется. Да, конечно, странно. Я не замаран ничем. Я абсолютно чист. Мне никто никогда ничего не дарил. Из людей оттуда свыше. Вообще, честно говоря, я и знаком-то был из всех только вот с Ельциным. И то потому, что мы в теннис играли, ну, как бы в одной компании. То есть гостиница Метрополь не в счет. А, это не считается. Это не считается, да. Нет, никто ничего не дарил. Но более того, и я им ничего не дарил. Добрый день, Михаил Николаевич. Артем, город Пермь. Скажите, а как вы считаете, человек может быть одновременно русским, богатым и честным? Ну, исключения могут быть, безусловно. Конечно. И более того, я знаю такого банкира. Ко мне прилетел недавно в Ригу банкир. Флейшман. Чистый такой, совсем такой вексельберг. И я очень патриот. Яйца Фаберджакова. Нет, ко мне в Ригу прилетел один банкир. И знаете, почему он прилетел? Он посмотрел фильм Рюрика. И прилетел в Ригу. Он искал меня. И говорит, я хочу еще снять какой-нибудь подобный фильм. А он родился на Урале. Он простой крестьянский сын. Но он, этот банкир, учился в Гарварде. Представляете? Родился на Урале в поселке. Поехал учиться в Гарвард. Вернулся. Организовал. Я не буду говорить, какой банк. Потому что будет ощущение, что я сейчас бабки отрабатываю. Поэтому я не буду называть не его фамилии. Но у него антиалкогольная программа для детей в России. Это только в России может быть антиалкогольная. Он выпускает диски, организовывает концерты. Помогает Сереже Алексееву выпустить его словарь русского языка сейчас. То есть он озадачен только хорошими делами. И вот удивительно честный человек. Значит, вот смотрите. Если такие уже появляются, наверное, скоро это будет явлением. Именно русский банкир у нас может появиться случайно честный. Друзья, ну у нас мы вышли уже буквально на финишную прямую. Сегодня был прекрасный, на мой взгляд, эфир. Завтра будет чудесный праздник, который мы не только завтра должны, конечно, использовать как повод для того, чтобы поздравить своих любимых девушек и женщин, мам, дочерей. Для того, чтобы помнить об этом, пожалуй, каждый день, каждую минуту. И учитывая то, что люди, многие пишут о том, как бы вы поздравили. Михаил Николаевич, я бы хотел вам передать слово для вот такого поздравления нашим всем девушкам, женщинам. Какие-то, может быть, вот я вижу, у вас остались еще наблюдашки. Тогда уж просто порадуем наблюдениями и все. По традиции, напоследок, ой, новоявленный отец говорит родственникам на крестинах. Назвать своего ребенка решил гордо. Путин. С таким именем его в школе никто обижать не будет. Один из гостей задумался, говорит, да, но все-таки кажется, это не лучшее имя для девочки. Ну, а по данным Фонда социальных исследований, оказывается, в мире стало модным мужчинам присутствовать в природах. Поскольку многие из них отсутствовали при зачатии. Ну, это, конечно, не для 8 марта. Но вот женщина написала, получил недавно, совсем только что, Новосибирск, конец апреля. 20 градусов тепла на улице. Погода. Зайдя в троллейбус, я поняла, что отопление в нем работает на всю катушку. Такая, да, в России. Люди стоят, обливаются потом. Ехать невозможно. Кто-то из пассажиров не выдержал, орет. Почему включено отопление? На что очень кондуктор спокойно отвечает. Водитель подогревает обед. Ой, а это я не знаю, как передать. Пошел к другу посмотреть футбол. А он косит под богатенького русского. Дома интерьер пафосный, телек плазменный. Смотрим, а телек стоит на столике из черного стекла. И вдруг из-под телека вызывает страшная морщинистая голова. И шерсть торчит. Я как подскочил, тычу пальцем, кричу, что это, а друг? Да расслабься, это моя черепаха. Достал черепаху, у которой был модный домик в полке под телеком. К панцирю черепахи была приклеена шерсть. Это только русский может. А в центре вырезан круг. Панцирь торчит. Друг говорит, сижу иногда, один футбол смотрю, грустняк, пивко в одиночестве. Достану черепаху, посажу и глажу ее. Панцирь не очень приятный на ощупь. Наклеил кусок шерсти, чтобы мягче было. Я спрашиваю, а круг в центре зачем вырезал? Он говорит, когда выгуливаешь ее летом, чтобы в траве не терять, флажок с российским флагом, пластилином к панцирю приклеиваю. Слушайте, есть не формат еще помимо нас с вами? Друзья, ну это да, можно просто рассматривать как один из вариантов подарков. Вот вам подарок. Черепаха, на панцирь наклеивается кусок шерсти, и женщина сидит и гладит ее во время новостей, ей приятно. Ну а этот, вот вам еще не формат. Мужик из Германии написал, что наши пересдают по несколько раз на водительские права, потому что там другие правила. И даже хороший водитель там пересдает. И там, кто не пересдал пару раз, у них есть такой тестен для идиотен. И третий уж совсем для идиотов, и там есть такой тест. Можете ли вы поставить три пинг-понговых шарика друг на друга? Если человек говорит, надо попробовать, его сразу признают идиотом и выгоняют. А одному нашему сказали, вы можете три шарика пинг-понговых? Он вынул жвачку изо рта и склеил их. Говорит, бита! Идиот отчет. Ну и что вам сказать? Ну и, конечно, очень короче. Русская поговорка и американские разные. Русская поговорка, у дураков мысли сходятся. А у американцев великие умы думают одинаково. Да, очень точные по философски. Друзья, ну у нас подошла программа, к сожалению, к концу. Мы обязательно встретимся с вами через неделю. И я хочу поздравить от имени радиостанции Юмор Фэм с наступающим праздником всех наших девушек, мам, бабушек, жен, потому что вы прекрасны. Ну а мы... Вы наши дорогие! Да, я попрошу... Не в том смысле, что подарки дорогие. Я попрошу Сашу Алёхина, чтобы он почитал ваши сообщения в следующем часе. А вот это хорошо. Всё, до свидания, всего вам доброго. Мы дорожим вами, во! Не формат. Сатира. Ирония. Нет, просто правда.